Филиал фонда «Защитники Отечества» в Ставропольском крае работает уже почти полтора года. Специалисты ежедневно помогают нашим бойцам, как действующим, так и ветеранам. Среди главных задач – адаптация подопечных с инвалидностью и обеспечение их средствами реабилитации. Социальные координаторы активно помогают защитникам с решением бытовых вопросов. С ребятами, имеющими инвалидность, я сама лично выезжаю к парням по мере возможности. Понятно, Ксения Богданова – наш социальный координатор, который занимается этим направлением, курирует это направление. А ситуаций становится все больше и больше людей, становится, к сожалению, все больше и больше. Но она знает практически каждого такого парня, который проживает у нас на территории Ставропольского края. И просто еще и потому, что когда мы занимаемся адаптацией жилья, она должна обязательно с экспертом выехать, посмотреть, оценить. Филиал фонда плотно взаимодействует и с администрациями муниципалитета. Социальные координаторы регулярно выезжают в территории края для встреч с ветеранами боевых действий. Почти 40 человек пришло на прием. Мы 4 часа принимали, и то, при том, что мы разделились на группы. Проблемы разные. Вот начиная, как сказать, там, меры соцподдержки, выплаты, разъяснения, консультирования – это один вопрос. Но есть и другие ситуации. Вопрос с проведением газа, да, или там, проведением воды. И тут же начинаешь выяснять ситуацию, там, а сдано в эксплуатацию или не сдано в эксплуатацию. А как это делается, и вместе с администрацией подключаемся. Многие участники спецоперации начали заниматься предпринимательской деятельностью. В этом бойцам тоже помогает фонд «Защитники Отечества». Координаторы тесно взаимодействуют с Министерством экономического развития Ставрополя. Бизнесменам, участникам СВО, выдают льготные кредиты. Воспользовался возможностью и Борис Петриков. Парни просто мотивируются, когда смотрят. Потому что они, многие парни, которые возвращаются, с ними работают, их координируют, их ведут. И когда собираешься, ну, когда собираются большие кредиты парней, конечно, ты с ними общаешься. И, как бы, ты, можно сказать, становишься, как, я бы не сказал, что примером. Но они смотрят и, может, вдохновляются, это почти чем я хуже. То есть это, ну, так и работает. Напомним, филиал фонда «Защитники Отечества» открыли в регионе при поддержке губернатора Владимира Владимирова. Богдан Решетников и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение.